Мотоцикл как средство передвижения становится все больше популярным среди населения. Нередко за рулем этих транспортных средств, причем очень мощных и скоростных, и девушки. Брещанка Вероника Витрицкая, хотя и работает инструктором, по подготовке водителей автомобилей отдает предпочтение мотоциклу. За рулем уже 8 лет. Когда-то мне просто нравились мотоциклы, и потом я пришла к тому, что хочу себе свой. Отучилась на брова, сдала и потом купила мотоцикл. Я считаю, что у нас на дорогах водители автомобильного транспорта достаточно хорошо относятся к мотоциклистам. Я частенько езжу, и даже в Мизеряде они стараются пропускать, поэтому не наблюдала такого. Сословие Вероники правила дорожного движения она не нарушает, хотя ее иногда и останавливают сотрудники ГАИ для проверки документов. А вот гонки на мотоцикла в городе она не приветствует. Не без этого, точно так же, как и водители авто, поэтому тут нельзя сказать, что только мотоциклисты или только автомобилисты. Если человек молод, горящий, не хочет ездить по правилам дорожного движения, то это его выбор. В городской черте я считаю, что это неправильно. Есть специальные трассы, к сожалению, у нас это только Минск, там, где можно поехать на трек и покататься. В прошлом году на территории области с участием мотоциклистов зарегистрировано 56 ДТП. 7 человек погибли, 59 травмированы. В 10 случаях водители находились в нетрезвом состоянии. Уже в этом году с участием мотоциклистов произошло 5 ДТП. Травмированы 5 человек. Основные нарушения данной категории участников дорожного движения – это неиспользование мотошлемов, не единичные факты, когда водители мототранспорта нарушают требования дорожных знаков и дорожной разметки, проезжают на запрещающие сигналы светофора, а также превышают установленную скорость движения. Также в последнее время участились случаи, когда водители мототранспорта попадаются за рулем в нетрезвом состоянии, а также не имея соответствующей категории. Аварии часто происходят из-за того, что водители автомобилей просто не замечают мотоциклистов в зеркалах заднего вида и едут очень быстро. Мы поинтересовались, есть ли между ними и мотоциклистами какой-то конфликт на проезжей части. Мы очень часто, да. Просто если едешь, ты даже его номера не увидишь, как они гоняют. Ну так сколько он тогда едет? 200 или сколько? А мать-то дома ждет. На сегодняшний день много адекватных мотоциклистов, это не то, что было когда-то. Ну и культура вождения все равно становится выше и лучше. Взаимоуважения на дороге становится больше. Но они иногда между рядами влазят буквально, как говорится, опасно очень влазят. Вот даже бывают случаи, что он остановится, мотоцикл не удержит и заваливается даже мотоцикл. Для несения патрульной службы с начала недели госавтоинспекция начала задействовать и мотопатрули. Они будут работать в большинстве случаев с участниками дорожного движения на мотоциклах. Юрий Печов, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова